Сообщение о загорании поступило рано утром, около шести. В Центр оперативного управления сообщили, что горит содержимое склада по улице Суворова. Первые пожарные единицы оказались на месте чрезвычайной ситуации в считанные минуты. Ликвидировать очаг возгорания следовало внутри металлического здания склада. Постройке, к слову, более 30 лет, и она находится в собственности общества с ограниченной ответственностью. Сложность пожара была в том, что внутри помещения складировались деревянные изделия. И на момент прибытия подразделения внутри помещения было полностью охвачено огнем. При тушении огня были использованы стволы с высоким расходом воды. Задействованы 9 единиц пожарной техники. Возгорание, распространявшееся быстрыми темпами, потребовало немало времени. В итоге чрезвычайной ситуации была уничтожена деревянная продукция и деревообрабатывающие станки. Существенно пострадало здание склада. К счастью, пострадавших не оказалось. На момент пожара на территории был только сторож. Причины возгорания пока устанавливаются. В расследовании задействованы органы внутренних дел. В скором времени будет произведена пожарно-техническая экспертиза. К сожалению, в период даже вот этой недели, это уже третий пожар на территории города Бреста. И причем два пожара это на объектах. Это общежитие по улице Янки Купала. Это частное предприятие сегодня. И пожар в жилом секторе. Среди главных причин пожаров по Бресту по-прежнему нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Несоблюдение элементарных правил безопасности при эксплуатации печного отопления. Итог один. Непредсказуемые последствия – большие имущественные потери. Спасатели убедительно рекомендуют во избежание чрезвычайных ситуаций быть предельно внимательными. Ответственно относиться к безопасности собственной и спокойствии других. Субтитры создавал DimaTorzok